Привет, я Стас Давыдов. Сегодня 22 октября, именно в этот день в 1982 году на экраны вышел первый фильм о Рэмбо. В связи с этим сегодняшний выпуск нарезан большим грязным армейским ножом и смонтирован сжёным порохом. И в нём не будет всяких там котиков. Хотя, кого я обманываю? Вот это видео про котика прислал Зиша. Сейчас вы узнаете, почему надо учить правила дорожного движения. Кот совсем офигел, хотя бы поворотник показал, сиганул через две сплошные, так ему и надо. Нет, он не умер, успокойтесь. Вряд ли он доволен ситуацией, но точно не умер. Ладно, ладно, вот так это видео куда веселее. Так-то лучше, настоящий котбол. Комбинация кот-машина-забор, и будем надеяться, что не машина ещё раз. 300 очков, короче. Ну а российским дорожным службам урок на будущее. Нельзя заделывать дырки в дорогах живыми котами. Надо заделывать мёртвыми котами, они не убегают. И это автомобилю ещё повезло, что он не попался на пути этой усатой машины любви в марте. А то появились бы у него в кузове несколько лишних дырок. И это хорошо. Второе видео прислал Ирогов. Новинка для любителей заряжать воду на компакт-дисках. Лечение пирамидами. Так что сейчас подготовьтесь, наденьте шапочки из фольги и поставьте рядом с монитором стакан воды. Вдруг кто же зарядится? Я академик Академии наук прикладной радиоэлектроники. Вызываю ассоциацию делового сотрудничества Транс-Европа, которая является основным разработчиком линейки лечебно-оздоровительных пирамид Никопова. Они что, серьёзно? Это 7-минутное видео, где академик вещает из пирамиды. И после этого они хотят, чтобы к ним серьёзно относились. Знаю я одного парня с пирамидой на голове. Не сказать, чтобы он был здоровый. Вот мы сейчас находимся в кабинете пирамидотерапии одной из киевских больниц, где с успехом применяется пирамидотерапия как один из основных элементов реабилитации после различных поражений организма. Я не могу избавиться от чувства, что он вот-вот начнёт испепелять всё кругом лазерами из глаз. Интересно, а во время процедур нужно с ног до головы обматываться бинтами и лежать неподвижно? Блин, если пирамиды действительно помогают, то подорожник, наверное, способен воскрешать мёртвых. К сожалению, единой пирамиды, которая бы охватывала полностью спектр заболеваний, не существует. Поэтому мы представляем здесь линейку лечебных пирамид. То есть, если я правильно понял, для каждого заболевания надо по пирамиде. Надеюсь, этот академик сейчас сидит в пирамиде, которая лечит от идиотизма. Не, ну правда, вы ещё не видели их новейшую разработку. Вот этот великолепный, высокотехнологичный голубой колпачок! Колпачки цветные, которые устанавливают на пирамиде он, и они дают возможность резко, значит, давать возможность... Возможность сокращать и время экспозиции в пирамиде, и сокращать время лечения. Гениально! Продайте это Эпплу! Они как раз недавно научились телефоны разных цветов делать. Ладно, хватит слушать шарлатана. Вот это пока прототип, который я собрал из китайских палочек. Но когда она будет доделана, она будет стоить 500 долларов и делать человека умнее. Потому что он купит эту хреновину, поймёт, что она ничего не делает, и уже в следующий раз не поведётся на лохотрон! Даже не нужно надевать на голову! Ссылка на аукцион на ebay в описании. Я серьёзно, она там. И это хорошо! Третье видео прислал Джонни Петров. Очень короткое видео, в котором ничего не понятно. Эй, не надо! Ох, опасный мент! Вы посмотрите, как этот голый парниша напрягся! Вот оно! Самовнушение в действии. Мужик сказал, мужик сделал. И ведь не придерёшься. Действительно быстро упал. Упал, выход! Вообще радует тот факт, что российские стражи порядка наконец-то подтягиваются до уровня румынского спецназа. Нет, ну может, качок просто от страха описывался и там скользко. Но это маловероятно. Ещё он мог на банановой шкурке подскользнуться, но это только если бы видео снималось с Диснеем. Наверное, качок мастер бесконтактного боя. И стихи пишет. Потому что талантливый человек талантлив во всём. А не очень талантливые люди завидуют и падают. Упал, выход! Конечно, мой опытный глаз унюхал, что это фейк. А проворные пальцы выгуглили, что это реклама какого-то там протеина. Видимо, для весёлых качков, которые очень любят ментов. И это хорошо. На этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда. А свои это хорошо, присылайте к нам на Яндекс.Почту. До пятницы. Я обожаю интернет! Как можно не доверять человеку с шапочкой с фольги на голове? Привет, я... До пятницы! Привет, я Стас Давыдан.